В 1989 году Советский Союз вывел свои войска из Афганистана. Вы это прекрасно знаете, а кто не знает, тот в принципе, кто подробно не знает, тот наверное слышит. Что это за события? Каким образом они отразились на судьбе, на судьбах, собственно говоря, общества, вы прекрасно знаете. Но эти события, будем помнить, что каждый из нас тоже, это целый мир, отразился и на каждом отдельном конкретном человеке, который принимал участие. Так я с удовольствием представляю вам членов Совета Волковыско-районной организации «Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане» это Толеслав Константинович Дубай. Сергей Иванович Игнатьев. Я думаю, что вам будет, наверное, более интересно послушать наших гостей, правда, поэтому я передаю вам слово, пожалуйста. Я даже не знаю, с чего начаться, но, наверное, я начну с истории. Валентий-Отечественная война, там люди, наша страна потеряла очень много людей, 15 миллионов. Это, ну, улучшает свою родину, отечество, была память. Ну и мы отдали свой долг в афганской непонятной войне. Я сам с Волковыско оканчивал четвертую школу, как говорится. Когда был выпускной, когда был выпускной, ходил в гости в шестую, в первом году, скажу вам честно. Вместе ходили на шведскую гору, ну, а после получилось так, что призывали в армию и попал в афганист. Служил в городе Полегумри, готовили нас мотоцелеком, ну, охраняли мы газопровод, ждали колонну, мирный граждан, граждан храняли, чтобы спокойствие было, помогали им, строили, защищали. Ну, по-разному было все, кажется. Но свой долг, я думаю, я выполнил достойно, не опозорил, не подвел, ничего. Так что, я думаю, мы должны равняться, кажется, не только наших детов, и на нас, чтобы была память, и вы были достойны этому всему, стремились учиться хорошо, было уважение к матерям, родителям, к учителям, которые вас учат, воспитывают, дают знания. Я два года призывался в 82-м году, демидерализовался в 84-м. Два года было, начиная с марта, конца марта 82-го по май. Служил в городе Кули-Кумри. А как это все было? Как это было? Обычно призывает венкомат. Завезли в Марину горку, постригли, одели форму, и повезли красиво учебку на юг. И когда в конец марта был мороз, то там было уже плюс 28-35 градусов. Представляете, какая там жара. Ну вот, два месяца с половиной мы были в учебке, нас уготовили, ну, как говорится, на выживание. Если вот бросают марш в 25-35 километрах в полном вооружении и пожаре, то, когда пробежишь 20 километров, то тратяешь сознание от жары, от того, что хочется пить воды. А вокруг пустыня, деревьев нету. Ну, такая вот. Хотя в Афганистане есть разные места. Есть там и долины, и горы, и снег, и деревья, зеленки. Все, что хочешь есть. Гористая местность, ущелье. Слава Богу, наши дети, собственно говоря, знают слове, вообще, такое неявление, как война, то пресняки. Слава Богу, пусть они не знают. Конечно. Но скажите, пожалуйста, насколько меняется, ну, наверное, взгляд, ну, по сути, экстремальная ситуация. Борьба жизни и смерти повернулся так жив, повернулся вот так мертв. Ну, то есть, какие-то вот такие вот своеобразные вещи происходят. Вот скажите, пожалуйста, насколько меняется вот вообще ценности мировоззрения человека, побывав до и после, побывавшего вот в таких вот экстремальных ситуациях. Скажите, что становится более ценным? Становятся ли более ценным какие-то, я не знаю, там, ну, будем говорить с молодежным сленгом, наверное, бомбы, деньги, там, какие-то связи и так далее и тому подобное вот в этой ситуации? Либо, наверное, все-таки может быть какие-то более гуманные ценности? Дружба, мир и так далее. Я просто, ну, не направляю вас, просто спрашиваю. Я скажу, отвечу, что, наверное, в это время, сейчас, надо другое оцениться. В то время было, наверное, время другое или понимание. Делились всем, что было, даже под колотком воды. У нас был такой случай, даже вот сломались, как-то машина, пили воду с радиатора, потому что, ну, ржавая, ну, невозможно было. Я говорю, это натурально. Это ужасно. Там было, ну, не то что там. Слушай, разные были. Я, ну, что там, я там, сотребился быть героем. Ну, конечно, каждый мечтал в то время. Когда вот я парнишку пареньку выносил, раненого, молдаванин, наверное, насквозь пробила пуля, ну, парень умирал. На руках он умирал. Не захотелось ничего. Далее бы домой вернуться. А сначала мысли были, конечно, такие. Вот придумаешь, там, героем. Я пришел домой, вот ехал в автобусе и вот включили песню про Афганистан. И, скажем честно, у меня слезы накатились сразу на глаза. Не знаю, почему. Сейчас ничего не так было. Но в первое время это было что-то сильное воспоминание, такое, что... ценили дружбу. Мы служили разные, там были. И молдаване, и таджики, и узбеки. Разные нации. Ну, разные были люди. Ну, конечно, но сам стремилась как-то бы сплоченность, поддержка, чтобы дорогу защитить, а не то, что спину поставить, короче. Если ты стоишь в пароволе, допустим, то знаешь, что там... Вот мы стоим на доточке стоим, допустим, вот, минная поля, точка, там, два взвода стоит во хранении. На сопле душманы костер палят, реются, наверное. Ну, если ты заснул, то тебе могут просто выразить. Ничего не бывало. Или убьют. Ты будешь, что это тормозит, увереннее. Береги себя и береги кого-то. И мир, Господи. Спасибо. Но ты не видишь. Дух будет. И жить в городе. И старались. И расковаться сильно. Если Семенович не знает, то еще раз поедем в день спасения. В общем, просто. Я вкратце расскажу, потому что тут говорить можно очень много. Значит, закончил я четвертую школу. Пришлось немножко поработать. Потом призвали меня в армию. Служил в городе Кандагар. Это юг Афганистана. 60 километров от пакистанской границы. Вот. В воздушно-десантных войсках был. Вот. Ну, конечно, пришлось много всего. Были очень много у нас потерь было. Всего было много. Ну, как-то справлялись с этим. Старались помогать и друзьям, и вообще. Дружба была один за одного, чтобы как-то помочь себе и как-то стараться. Поэтому в одном из, как говорится, боевых нарядов. Мы поехали на боевые. Значит, выезжали мы на месяц из бригады и на одном из боевых действий. Значит, мы напоролись на мину, минофугас. Вот. И меня тогда тяжело ранило. Был я в госпитале. Говорится, наверное, родился в рубашке или как. Сейчас. В настоящее время работаю. Не знаю. Скажите, у вас какого-то зима на грязи? Это все вы получили во время боевых действий или уже в том задании? Нет. Значит, у меня вот этот, видите, справа тут Орден Красной Звезды. Вот. Значит, мы тоже на одном из боевых действий. Четыре у нас было боевых задания. Значит, мы заехали на задания в горы. Значит, там мы взяли очень большую партию оружия. Ну, оружие было не наше, в основном импортного производства, потому что поставки шли в Пакистан из Америки, везде поставляли оружие. Значит, мы взяли большую партию оружия. Меня представили на Гранде. Ну, оружие мы взяли порядка где-то два Урала военных таких больших, где машины Урала нагрузили, привезли бригаду к себе по возвращению с боевых. Остались ли друзья у вас после армии войны, которая общается с других стран? Ну, как сказать, друзей было много. Сейчас, знаете, вот и здесь в Алковыске много друзей. Ну, друзья были, они сейчас где-то в России, где-то связь потеряна, где-то кто-то куда-то переехал, уехал, поэтому связи как бы так. А было много друзей. в Алковыске здесь вот с ребятами нашими общаемся, все это, собираемся, проводим такие встречи в школах. Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам, даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом. Даже в сердце синева затерялась, развелась своим заманчивым цветом. Задюрали вы бортом шум мотора, синева лежит на крыльях, как краска, и не бойся синевых не утонешь. Это сказочная вы а не сказка. Ты не бойся синевых не утонешь.